Да, спит! Это тебе не шутки шутить! А что? Если чудес нету и таят, то и ведьм нет! Быть в беде! Быть в беде! Остались ли чудеса на земле? Об этом ночной разговор хуторских казаков с Хамой Брутом, философом из Бурсы. Правда, длится он недолго. Теплый вечер сменяется ледяным кошмаром. После мистических разговоров молодой парень попадает в потусторонний мир, став объектом преследования ведьмы. Главную роль спектакля «Паночка» исполняет 24-летняя актриса Татьяна Миненко. Я особо не верю в эти всякие приметы. И тем более для меня сама «Паночка» не ведьма. Мне этот спектакль, хоть он и такой темный, для меня он лично, вот здесь в душе, да, он такой необычный. На самом деле она мне очень тяжело дается. Я когда знаю то, что будет, допустим, в этом месяце этот спектакль, я начинаю уже готовиться прям вот с того дня, когда я уже меня поставят в известность, да. И Василиска наступите, и поберешь льва и змеи. Спектакль-триллер заставляет зрителей буквально нутром ощутить ужас перед темными силами. Особенно завораживают сцены погони мертвой ведьмы за хомой Брутом в церкви, где он ее отпевает. Постановка спектакля принадлежит российскому режиссеру Олегу Белинскому. Режиссер хотел показать в первую очередь, конечно, борьбу темного и светлого, борьбу добра и зла. Ну все знают же Гоголя и его Вий, и фильм видели, и книгу читали. Нас творец вверх поднимает, мы должны тянуться к чему-то возвышенному, чистому. А наши соблазны, наши похоти, грехи наши, они нас тянут вниз. Так вот, что нас вытянет, вверх или вниз, в нашем спектакле мы делаем упор на то, что человек все равно в любом случае должен тянуться к светлому. По словам режиссера, в этом году паночка стала другой. Изменилась атмосфера драмы. Показывают ее в одном действии, чтобы можно было смотреть на одном дыхании. Теперь она длится полтора часа. В спектакле задействовано шесть актеров. В мир ужасов и потусторонних сил погрузятся и жители Мордовии. Историю красивой ведьмы покажут на театральном фестивале в Саранске. Ценители искусства увидят паночку уже в следующем месяце.